Всем привет! Меня зовут Александра, я из станицы Динской Краснодарского края. Раньше я занималась рекламой в Телеграм-канале, закупами и посевами, и мне поступило предложение переквалифицироваться на контекстную рекламу и предложили проучиться в школе Елены Червонец, то, что я и сделала. На стадии стажировки было очень интересно наблюдать за тем, как мы сформировали рекламную кампанию, но самое интересное началось потом, когда началась оптимизация, и мы два раза в неделю выходили на связь с Еленой, и она рассказывала, на какие отчеты необходимо смотреть, что показывают эти отчеты, какие цифры хорошие, какие плохие, и как увеличить или уменьшить цифры, оптимизировать, в общем, что нужно сделать. Мы начинали с цены клика в 1000 рублей, в итоге дошли до клика 23 рубля, потом у нас порезались охваты, мы восстановили охваты и уменьшили цену клика до 116 рублей. Каждый раз я ждала урок просто с вдохновением, с интересом, что же будет дальше, старалась перед уроком зайти в статистику, посмотреть, проанализировать по тем урокам, которые уже были. Так было интереснее, потому что у меня создавались свои вопросы, было интересно уже послушать Елену на основании своих сделанных выводов. Они не всегда были, естественно, как у Елены, но в этом и был самый цинус того, что нам на уроках обратной связи давали. Мне очень понравилось, стажировка прошла отлично. Мы с мастер-майндом, с девочками, каждый попробовали зайти в Яндекс.Директ, в кабинет. Каждая из нас сделала объявление, каждый из нас попробовала настроить рекламную кампанию, настроить группы. Да, мы делали понемножку каждый, но мы всегда находились вместе. И кто-то делал, остальные все рассказывали, куда нажать, что сделать, что посмотреть. И это была коллективная работа, и в коллективной работе есть своё преимущество, потому что ты слушаешь не только своё мнение, а слушаешь мнение других людей. И получается та истина, которая самая, кажется, идеальная. Мне очень понравилась стажировка. Спасибо большое Елене за такую стажировку, потому что без неё очень сложно представлять себя потом клиентом. Всё равно есть страх того, что что-то не получится, что я что-то не знаю, а здесь уже есть уверенность, что я знаю, что такое оптимизация, я знаю, какие отчёты нужно смотреть, и куда идти, и какие действия предпринимать, чтобы оптимизировать все цифры, которые я увижу в отчётах. Ещё раз спасибо Елене за эту прекрасную стажировку. Спасибо.